Всероссийского смотра конкурса «Молодые дарования-2019» в области декоративно-прикладного и народного искусства. В рамках новой выставки можно познакомиться с произведениями из 35 регионов страны. Проект поддерживается Министерством культуры России и реализуется в рамках национального проекта «Культура». Хохломская и городецкая роспись по дереву, кжельский фарфор, псковская керамика, жостовские подносы, эти и многие другие народные художественные промыслы уже давно стали настоящими символами нашей необъятной страны. Дымковская игрушка, например, является визитной карточкой Кирова. Этому промыслу уже более 400 лет. Он зародился в Слободе Дымково. И вот в течение всех этих лет искусство, из рук в руки, с поколения в поколение передаются традиции изготовления вот этих фигурок. Мастера из разных регионов не только демонстрируют посетителям музея работы, но знакомят всех желающих с тонкостями своих промыслов. На мастер-классе можно расписать ткань в стиле батик, слепить свистульку или попробовать свои силы в кружевоплетении. Знаменитые изделия из города Елец отличаются мягким контрастом мелкого изящного узора и тонкого ажурного фона. В арсенале только натуральное сырье – хлопок, лен, шелк. Кружевой стиль выполняется при помощи специальных вот таких инструментов. Это в первую очередь валик, подушка мы ее называем, которая обшита тканью, а набита она у нас соломой. Плетется, плетется кружево при помощи вот таких палочек. Называются они каплюшками, наматываются на них ниточки. На протяжении многих лет смотр-конкурс мастеров народных художественных промыслов помогает не только сохранять и развивать народное искусство, но и стимулировать творческий потенциал молодых художников. Интерес публики к исконно русским традициям в последнее время только растет. Это наши какие-то корни, это наша история и наша вообще принадлежность, национальное понимание нашего места в этом мире. Поэтому спрос, безусловно, есть. Увидеть яркие и талантливые работы молодых художников,